Большую школу и три детских сада построят в районе улицы Восточно-Кругляковская. И приступить к возведению планируется уже в следующем году. Эту приятную новость жителям Восточно-Кругляковского и соседних с ним губернского и московского микрорайонов сообщили на встрече, которую провели глава Краснодара Евгений Первышев и председатель Гордумы Вера Галушко. Подробности далее. На встрече говорили о том, что уже сделано и наметили перспективы на будущее. Так, в следующем году планируется построить тротуар на въезде в поселок Плодородный. И при наличии финансирования приступить к реконструкции проезжей части на Александровской. А также воплотить в жизнь главный дорожный проект, давно волнующий жителей. Реконструировать улицу имени 40-летия Победы на участке от Восточно-Кругляковской до Героев-разведчиков. Средства на эти работы планируется получить по краевой программе. Я сам выезжал на этот объект, мы посмотрели его, сейчас проектирование заканчиваем. Я думаю, что получим все соответствующие документы. В следующий год мы уже зайдем в строительство и непосредственно в реконструкцию этой дороги. И завершим в следующем году. Дорога будет первоклассная с тротуарами, с освещением. То есть нормативная, четыре полосы как минимум там у нас получается. Да, местами там до пяти полос. Кроме того, в планах на следующий год завершить разработку проекта планировки размещения трамвайной линии на улице Красных Зорь, а также проектов пяти соцобъектов. Помимо этого специалисты переименуют две остановки с неактуальными названиями на улицах имени 40-летия Победы и Восточно-Кругляковской. И это с учетом того, что уже за этот год сделано немало. Построены детские сады в поселке Плодородном-2 на улицах имени Евгения Жигуленко и имени Героя Яцкова. Запущен новый трамвайный маршрут номер один и оборудован пешеходный переход на улице Лучезарной. По поводу школ на предыдущих встречах, безусловно, этот вопрос поднимался, потому что микрорайон в тот момент не обладал вообще ни одной школой. Сейчас это уже две школы. Мы говорили о необходимости строительства автомобильных дорог на предыдущих встречах. Была построена улица Героев-разведчиков. Понятно, что в таком, может быть, временном варианте, потому что сейчас решается вопрос, как там будет проходить трамвайная линия и так далее. Всего на встрече обсудили около двух десятков вопросов. На каждой из них жители получили исчерпывающий ответ. Отмечу, что подобные встречи с горожанами Евгений Первышев и Вера Галушко проводят регулярно. Анастасия Федотова, Алексей Попов и Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар».